Глубоко уважаемая Татьяна Юрьевна, глубоко уважаемая Марина Борисовна, дорогие друзья, сегодня действительно актуальна очень лекция, потому что каждый день практически встречаюсь с этой проблематикой. Пищеварительная система – наиболее уязвимая система, которая поражается во время, как уже сказала Татьяна Юрьевна, во время лучевой терапии, химиотерапии. И вообще, в принципе, если брать, скажем, среднюю статистику в мире, то 35% вообще развития онкологии, она взаимосвязана именно с пищеварением. Как человек ест, что он ест, где он ест и так далее. То есть очень большой процент имеет в структуре этого заболевания. Поэтому начнём лекцию. Ну вот, видно, вообще видно аудитории? Не очень, да? Не чётко. Нельзя выключить, да? Не рассказывайте. Ну, здесь приведены слова онколога Воробьёва. Эти слова вкратце о том, что очень важны взаимоотношения между доктором и пациентом. Зачастую, получается так, что, ну, вследствие определенных моментов, когда пациент не удовлетворён полностью консультацией, да, в плане того, что что-то он недополучил в плане информации, что-то было недоговорено в плане будущего лечения или какой-то невыработан общий план пациента и врача, конечно же, остаётся очень много вопросов. После таких моментов пациент идёт в интернет, спрашивает у соседей, знакомых, и отсюда идут ошибки очень большие. Поэтому то, что сказал Воробьёв, это очень важно, потому что врач, он знает, как это получается, пациент не знает ничего на первом этапе особенно. Поэтому очень важно, чтобы взаимоотношения, особенно на первых этапах взаимодействия, было очень плотное и очень доверительное. На доверии всё основывается. Будет доверие, будет положительный результат. Основные лечения, которые используются в онкологии, оперативная, лучевая, химия, гормонотерапия, специфическая иммунотерапия. Каждый этап имеет определённый побочный эффект отстрепищеварения. Сейчас мы рассмотрим вкратце каждый по отдельности, потому что каждый есть свои особенности. Что касается первого момента, связанного с оперативными вмешательствами. Вообще пациент получает стресс и перед операцией, и после операции. Перед операцией, потому что, в принципе, первая информация, которую получает человек, конечно, она имеет негативную сторону. И всё в зависимости от индивидуальной психофизиологии, подготовки, адаптационных функций человека, конечно, эта информация по-разному воспринимается. Поэтому первый этап, уже стрессовый эффект операции, вот даже написано, видите, боль, повреждения, эмоции, это уже происходит выброс гормонов стресса, которые очень сильно влияют практически на все, не только на пищеварительную систему, но вообще на все виды систем, а любые гормоны стресса, то есть они влияют и на иммунную систему, и на нервную систему. И вообще многие факторы, вот в своей практике я очень часто встречаюсь с тем, что ещё до операции происходит нарушение даже двигательной системы пищеварения, то есть возникают диарийные синдромы, возникают проблемы со стулом и так далее, просто уже на фоне того, что человек начинает, так скажем, по-простому нервничать. Это, скажем, совсем такое лёгкое явление, а после операции, естественно, что это получается очень сильный стресс. И в зависимости от самой операции, какой имела веновид, вот следующий слайд показывает, в зависимости на каком этапе, если берём мы процессы онкологические в пищеварительной системе, то, конечно же, здесь имеет своя специфика. Если происходит операция на пищеводе, то мы видим, что происходит нарушение всасывания актов глотания, происходит нарушение проглатывания пищи, и здесь тоже имеет свои особенности, потому что мы используем очень часто даже поддержку нутритивную, на первых этапах даже зондальную, то есть через зонт происходит питание пациента. Если происходит на желудке, то здесь тоже свои есть нюансы. И, конечно же, очень важный механизм происходит на уровне кишечника. В кишке очень много всасывается микроэлементов, витаминов, которые после операции человек недополучает, и отсюда возникают многие нарушения, проблемы, с которыми мы справляемся. Химиотерапия тоже имеет свои особенности. Прежде всего, берем следующий слайд. Вот здесь мы видим основные мероприятия, точнее, не мероприятия, а основные поражения, которые делает химиотерапия, это прямые, непрямые. Это действие на клетку, они прямые, то, что мы видим в виде побочных эффектов, то есть тошнота, рвота, изменение вкуса, стоматиты и так далее. Очень много на этом этапе происходит изменений. Почему так? Потому что пищеварительная система, она очень обменная система, то есть эпителий многих органов, он очень обновляется очень быстро. Поэтому первичное поражение, будь это луч, будь это химия, она, конечно, очень резко изменяет структуру этих клеток. И на этом этапе происходит повреждение поверхности слизистой. И из-за этого, спасибо, из-за этого происходит в том числе и нарушение, то есть человек начинает плохо питаться. У него, многие говорят, что я вообще ничего есть не хочу, та еда, которую мне дают, я её не могу есть, и видеть её не могу и так далее. То есть уже, в принципе, здесь идёт фактор стресса и эмоциональный, и пищевой. У человека развивается такое определение, как пищевая депрессия. И это, конечно, усугубляет процесс и без того нагрузочный, потому что после операции человек не теряет в весе определённый процент большой. И поэтому химиотерапия, это, конечно, требует определённых мероприятий в плане наблюдения. Что касается лучевой терапии, здесь тоже, в принципе, в плане побочных эффектов тоже проявление, даже на тревоте и так далее, это на первом месте чаще всего. Очень часто пациенты, есть такое понятие, как лучевой колит, то есть пациенты приходят с проблемами кишечника после воздействия лучевой терапии, потому что очень чувствительно микробиота кишечника, так если просто для общей информации, что наш кишечник содержит только 3 кг бактерий, это огромное количество микробиотов, которые влияют и на, как сказал ты, наверное, иммунную систему, и на состояние даже эмоциональной сферы, потому что очень многие гормоны радости, так называемые эндорфины, энкефалин, они, даже серотонин, на 75% выделяются в кишечнике, поэтому уже по кишечнику можно определить, какой человек, какой он имеет даже психологический статус. И, конечно же, при воздействии, в частности, лучевой терапии происходит очень активное изменение, и даже сам человек замечает, что даже это очень влияет на него. Ну, что касается классификации побочных эффектов, да, она разделяется на разную степень, то есть есть легкие, есть средние, есть тяжелые степени тяжести, есть, которые развиваются очень быстро, то есть буквально на следующий день, есть, которые возникают через определенное какое-то время, но все они имеют в основном информацию больше для врача, для того, чтобы определяться с тактикой лечения и наблюдения. Ну, вот остановимся на таком понятии, как белково-энергетическая недостаточность. Будем сокращенно называть БЕН, это состояние, которое очень важно для определения врача. То есть врач должен четко определить, в каком состоянии находится человек, особенно даже перед операцией, потому что есть такой индекс, вот мы дальше чуть ниже посмотрим, на следующем слайде прогностический и нутриционный индекс, который показывает, готов ли вообще человек к операции. Потому что одно дело, когда человек приходит к операции, у него там 100 килограмм, а другое, когда он 45 имеет килограмм веса. И здесь определенно есть свои риски и определенно есть свои особенности. Поэтому вот эта оценка, которая здесь написана, она основная. Основные показатели это альбумин, это трансферин и это индекс массы тела. Но то, что на первом звене обязательно нужно смотреть и оценивать эту сторону. Вот и основная задача врача, диетолога, врача, гастроэнтролога в том числе, она заключается, вот когда приходит пациент после операции или после какой-нибудь массивной активной химиотерапии, лучевой терапии, вот для того, чтобы определиться с параметрами и будущим лечением, необходимо вот эти четыре позиции обязательно выявлять. Это рекомендуемая масса тела обязательно высчитывается, лечена основного обмена, суточный расход энергии и определение уже ценности белков, жиров и углеводов. Очень много, очень много ошибок. После, особенно, то есть, как получается, что пациент прошёл лечение, выписали его к онкологу по месту жительства, ну а как онколог там приходит через полгода, сдадите онкомаркер и всё. А ни оценки, ни состояния его веса, ни оценки состояния его рациона, который очень влияет сильно даже на будущий вообще прогноз его пациента после различных мероприятий по этому поводу, он не оценён. Из-за этого возникает куча проблем, с которыми сталкиваемся, то есть, возникает порученный круг. Человек, вроде бы, пролечился, потом опять начинается, не было объяснено ни с питанием, ни с какими-то чёткими позициями в плане профилактики, потом опять всё возникает, рецидив, опять он приходит и так далее, и так далее. То есть, получается, что порученный круг, потому что не было отрегулировано на первом этапе после лечения эти позиции. Ну, различная бывает нутритивная поддержка в зависимости от состояния нарушения. То есть, есть питание парентеральное, то есть, смеси используемые, которые поддерживают максимально адаптированный вариант соотношения белков, жиров, углёдов и микроэлементов. Он бывает, то есть, мы назначаем и пероральный приём, и парентеральный, даже в том случае, если человек не может первое время особенно принимать пищу через рот. То есть, и даже зондальное лечение, то есть, это назогастральный зонд и так далее. Вот оценка, то, что я говорил, оценка нутритивного статуса, разные позиции здесь оцениваются, но вот третья позиция, которая должна оцениваться обязательно перед операциями, даже не беря даже онкологию, область онкологии, вот перед каждой операцией, ну так, в идеале, конечно, хирург должен оценивать этот статус, потому что бывает, что не оценивается, анестезиолог рассчитывает определённые даже пособия анестезиологические, и здесь возникают проблемы уже после операции. Ну вот, пример нейтрального питания, это различные виды смеси, которые мы используем в своей практике для того, чтобы компенсировать эту белковую энергетическую недостаточность. Вот основные позиции, которые использует гастронтеролог в своей практике в плане защиты желудочных и течения трактов, то есть терапии, которая используется для лечения, поддержки, профилактики при различных видах терапии, то есть химии, лучевой терапии, в зависимости от состояния, с которым человек пришёл. То есть очень часто происходят проблемы поражения желудка, то есть возникают проблемы эрозином, воспалительного процесса желудка, очень часто. Бывает, что происходит в виде осложнений язвы на поражение желудка, и, конечно, это всё нужно чётко корректировать, смотреть. Очень важно и для вас в том числе, что необходимо после, особенно во время химиотерапии той же или после уже наблюдать за собой, да, то есть то, что вы чувствуете, что изменилось, вкусовые ощущения изменилось, изменился цвет стула, изменился сам стул, потому что зачастую пациенты достаточно поздно приходят с такими осложнениями, то есть он там, ну, да вдруг изменится, а вдруг получится, а вот там мне соседка подсказала, ещё что-нибудь, и начинает самолечением заниматься, хотя необходимо было просто вот буквально там 10 дней пройти курс определённый, который помог это осложнение предотвратить. В лечении кишечника вот лучевой колит, диарея, запор используют различные препараты, которые мы помогаем максимально скорректировать то, что возникает вот первое осложнение. Ну, это вспомогательная терапия, которая тоже используется и фитотерапия, и миральные воды, и диетотерапия, но здесь, конечно, должен назначать сам врач, потому что если он считает возможным, что это будет в помощь пациенту, значит, это хорошо. Если нет, тогда, конечно, тут нужно очень индивидуально подходить к этому вопросу. Ну, поговорим о очень важных моментах, связанных с питанием, потому что ошибки питания практически делает каждый пациент после лечения или во время лечения, они имеют очень большой вес в том, чтобы максимально сохранять свой, в том числе, и нутриционный статус. Ну, вот основные ошибки, да, то есть, вот первое, недостаточная энергетическая ценность, да, что является одной из основных показателей. То есть, приходит пациент, вот я рассчитываю ему определенную, я спрашиваю, как он кушает в течение, там, пусть, или приносит он какой-то пищевой дневник свой. Мы оцениваем количество калорий, сколько он съедает. И очень часто, как была вот недавно совсем подценка, после химиотерапии она с каждым, после каждой химиотерапии она теряла от 3 до 5 килограмм. Потом, когда мы разбираем рацион, оказывается, что у неё 1200 килокалорий не хватает в рационе. То есть, она потребляет всего 1250, а нужно по её росту весу и индексам определенным необходимо 2500. То есть, такие вот общие моменты, которые требуют определенного, скажем, наблюдения. Это очень часто происходит, что не происходит оценки этой. Отсутствие, вот так же очень жёстко иногда вот хирурги, так, люди максималисты, они очень жёстко так сразу говорят там, а вот это не ешьте, а кто-то говорит, что ешьте то, что хорошо переносится. Ну, тут очень всё индивидуально, но зачастую, когда человеку ограничивают его любимые продукты, то он начинает, особенно мужчины, очень чувствительны к таким позициям, когда им забирают то, что он там всю жизнь любил или ел, и он попадает, конечно, в такое состояние негативности, становится раздражительным и так далее. Вот здесь очень важно правило разумных количеств, да, то есть, в зависимости, конечно, от ситуации, от индивидуальных особенностей, мы смотрим, чтобы хоть что-то, но было то, что радовал бы человека в еде. Это всегда можно найти какой-то продукт безопасный, но его нужно, вот, важно найти, потому что иногда это необходимо. Очень часто дефицит белков или его переизбыток потребления, потому что здесь тоже вот такое есть правило ножниц, да, то есть, когда мы недополучаем белки, белки – это и иммунная система, это и состояние гемостаза, и кровь, это состояние… Ну, то есть, очень много позиций, связанных с организмом, и когда недополучает человек белки, соответственно, очень истощённо становится организм, иммунная система не способна справляться с теми нагрузками, которые ей дают, и поэтому возникают многие проблемы. И переизбыток белков, но это тоже не относится к онкологии, очень много приходит сейчас молодых людей, которые увлекаются спортивным питанием, вот у них идёт переизбыток белков, очень часто приходит с большим проблемами печени, поджелудочной железы, кишечника и, конечно же, обмена веществ. В онкологии большое потребление белков провоцирует рост, в том числе и опухоли, поэтому здесь очень важно, очень индивидуально смотреть и подбирать определённое количество грамм белков. В среднем это 1,5-2 грамма белка на килограмм веса, то, что вот в среднем, но тут есть свои индивидуальные особенности в зависимости от того, что человек проходит, какой курс лечения. И, конечно же, и по другим позициям жиров, то есть недостаточное потребление жиров в жире, особенно в нашем климате, в городе Санкт-Петербурге, где мало солнца, 40 дней солнечных в году, вода без кальция и очень много провоцирующих факторов, жиры должны быть в рационе, но, смотря какие, ненасыщенные жиры должны быть в основном преимущественно, а не насыщенные, это очень важно. Насыщенные – это животные жиры, то, что содержится в жирных сортах мяса, к примеру. Но жирность должна быть обязательно, калорийность должна быть обязательно в рационе, за счет растительных жиров, за счет омега-3 ненасыщенных жиров и так далее, потому что это и нервная система, это и клетки, это гуморальная система, это эндокринная система. Если человек недополучает, он сразу автоматически попадает в фактор риска, даже в фактор риска онкологии. Поэтому очень важно с жирами. Ну, также дефицит или избыток использования углеводов, особенно легкоусвояемых углеводов, от которых относятся рафинированные продукты, сахар и простые углеводы. Они, с одной стороны, и нужны, но когда их идет переизбыток, они дают большое количество энергии тем клеткам, которые не нужно давать большое количество энергии. Поэтому здесь очень важно. И плюс, конечно, когда идет большой избыток потребления легких углеводов, тут есть проблемы и с жировым обменом, и с углеводным, поэтому здесь нужно очень аккуратно быть. Потребление пищевых волокон, приводящих к проблемам со стулом. То есть, пищеволокон – это такие вещества, которые содержат фрукты, овощи, отруби. То есть, то, что называется еще клетчатка, так по-простому. Очень, скажем, вот в среднем человек-городской житель потребляет очень мало клетчатки. Это около 6-8 грамм, зимой того меньше. Хотя норма, международная норма считается потреблением от 15 до 20 грамм клетчатки в сутки. То есть, и так даже на приеме спрашиваешь, приблизительный вариант подсчитываешь, смотришь, что вообще везде дефицит. Это, конечно, создаёт определенные условия, особенно для толстой кишки, потому что толстая кишка, она очень зависит от того, сколько потребляет человек пищевых волокон. Избыток поваренной соли в рационе. Очень часто проблема многих людей, потому что некоторые люди любят при избыток, скажем, использовать соль для усиления вкусов, вкусовых ощущений, потому что пациенты после, например, химиотерапии очень часто приходят со сниженными ощущениями вкусовыми качествами, вкусовых рецепторов. И поэтому им хочется иногда усилить эффект еды, поэтому начинают досаливать, доперчивать и так далее. И отсюда, конечно, возникают большие проблемы. Дальше, дефицит витаминов, часто употребление жареных и копчёных блюд. Ну, это всем известно, но иногда, конечно, человек себе позволяет то, что не нужно позволять. Далее, иногда мы используем, конечно, в дополнительной терапии препараты, которые помогают нам тоже проводить профилактику. Это антиоксиданты, определённые добавки, которые помогают нам компенсировать потерянные микроэлементы. Вот, в частности, такой случай, что иногда приходит человек с отсутствием вкуса, вкусовых ощущений. Он не может вообще ничего есть. Ему кажется, что любая еда возникает у него как глину он ест. Такой вот у меня был пациент недавно. И банальное добавление ему в рацион цинка у него буквально в течение 2-3 недель начинает появляться вкус. И он ощущает еду, уже по-другому себя совсем чувствует. Это вот такой простой пример вам, который говорит о том, что иногда требуется назначение некоторых микроэлементов. Ну, вот рациональное питание мы сейчас разберём. Вкратце тоже. Значит, ну, есть две позиции, да. Те, которые способствуют онкологии, канцерогенеза, те, которые противодействуют. По каждым мы сейчас с вами быстро разберём. То, что усиливает, ну, то, что мы уже сказали, да, употребление мясных продуктов, особенно жареных, копчёных и так далее. Ну, вообще, в принципе, любая термическая обработка, она очень влияет на качество и различные провокации, да. Когда идёт контакт горячей сковородки, грубо говоря, там с белком, происходит некротическое его повреждение. Потому что очень сильная тепловая обработка и практически до 20% белка некротизируется. А это уже является некроз белка, он является как уже таким шлаком для организма, который может, ну, скажем, вызывать определённые проблемы здоровьем. Поэтому, так скажем, жарение у пациентов, особенно с в принципе исключается, разрешается мягкая тепловая обработка, но ни в коем случае ни копчения, ни ожирения. Вот. Что касается всех различных, особенно сейчас так построена система питания, особенно в сетевых магазинах, количество, а не качество. Поэтому приходится в поисках еды постоянно пациентам находиться, и потому что всё, что сейчас используется, так скажем, вот раньше, если курица считалась мясом диетическим, сейчас она считается мясом коммерческим. Потому что курица вырастает за 30 суток и содержит очень большое количество гормонов, а как мы сейчас разберём чуть пониже, гормоны, они являются в еде, которая находится, они уже являются провокаторами, в том числе канцерогенеза. Поэтому нужно выбирать. Очень непросто сейчас, да, но будем разбирать это. Вот также являются, ну, всем известны истины алкоголь, курение. Про алкоголь мы отдельно поговорим, потому что там есть нюансы определённые. И в том числе, да, вот красное мясо, да, вот многие говорят, что красное мясо нельзя, белое можно. Здесь действительно так и есть, потому что красное мясо считается основным продуктом, который содержит железо. И когда человек переизбытком потребляет железо, сам ферритин является, при контакте с кишечником, он является как провоцирующий проблемы, увеличивающий риск развития онкологии в кишечке, толстой кишке. Ну, питьевая вода, которая идёт по трубам, собирает очень много железа. Трубы у нас не везде хорошие, особенно в старом фонде. Поэтому действительно мы очень много потребляем железа, особенно с водой. Вот если зайти на сайт водоканала и посмотреть уровень железа, который до труб идёт и после труб идёт, там очень по железу большие цифры, то есть практически в два раза превышает та вода, которая выходит из-под крана и та, которая поступает из дневы. Поэтому очень большое влияние. Поэтому с мясом нужно быть очень аккуратным. Ну и те, которые противодействуют развитию опухолей, да, это вот основные 11 видов продуктов, которые разработаны институтом питания США и Всемирным фондом исследований рака. Значит, овощи, да, все вот, которые здесь перечислены, но с определённым моментом, да, очень многие эти овощи тяжело переносятся пациентами с проблемами пищеварения. Но они, с одной стороны, полезны, потому что доказано, что они противодействуют, защищают человека в какой-то степени от онкологии. Но все практически крестоцветные. Чаще всего мы выбираем брокколи и цветную капусту, потому что она наиболее считается, легче переносится пациентами. Но вот также простые овощи типа свекла и морковь, они также обладают определенными свойствами. Но здесь перечислено то, что должно быть в рационе по определённой индивидуальной переносимости тех продуктов, которые мы можем переносить. Также здесь перечислены многие продукты, которые вот фрукты, ягоды, орехи, пряности. Вот также у пациентов мы рекомендуем иногда использовать в рационе вещи, которые, скажем, продукты, которые помогают человеку улучшать само пищеварение и вкус к пищеварению, в частности, вот мягкие пряности, которые... Подробнее остановитесь, вот именно... А, на этом? Да, да, пожалуйста, да, 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 да. Вы прям подробно расскажите по всему... Не троплюсь, чтобы вопросы потом отвечать. Вот это очень важно, на самом деле, мы многие этого... Ясно. Ну, давайте, да, разберём подробнее. Подробнее, пожалуйста. Да, значит, смотрите, вот начнём, ну, по поводу... Мы уже сказали по поводу вот крестоцветных, да, содержат они такие вещества, глюкозанолаты, они доказаны, что они противодействуют развитию онкологических клеток и тормозят рост, в том числе и онкоклеток в определенных зонах, особенно в толстой кишке, в молочной железе и так далее. Даже есть препараты, которые сделаны на некоторых овощах, например, есть такой препарат, индол, индол форте, вот. Может, некоторые пациенты, где сидящие, его используют. Вот он как раз сделан на брокколи, вот. Просто в большой концентрации очень. Поэтому использовать в рационе необходимо их. Дальше вот морковь, петрушка, сельдерей, укроп, кориандр, пастернак. Ну, такие основные зелени, ну, зелени сейчас в нашем сезоне не очень хорошо, но вот когда она появляется, только-только первая, конечно, обязательно нужно её использовать. Вообще, в принципе, иногда некоторые диетологи даже рекомендуют использовать вместо обычной воды овощные соки, там, морковный, со свеклой делать различные такие фреш-варианты по утрам. И даже иногда полностью, чтобы они замещали воду обычную. Потому что происходит ощелачивание многих процессов и, как скажем, улучшение баланса, PH-баланса в кишечнике и в желудке. И поэтому вот такая вот информация. Ну, касаемо чеснок... Что-что? Смотрите, значит, что касается... Не, в принципе, сейчас подойдём к сокам, да. Лучше, конечно, самим всё делать. Потому что всё, что продаётся в магазинах в плане соков, это концентраты. То есть, это определённая смесь, которая разводится на воде. Поэтому лучше, конечно, брать варковку, чистить её и делать из неё сок. Это в идеале. Вот. Потому что это будет и оптимальный вариант, и по ингредиентам и так далее. Поэтому, что касается... А вот по поводу сока. Его надо пить вот концентрированным или разводить водой? И вот очень важно, натощак или после еды. И надо ли вот каждый день, например, вы говорите вот о морковном соке, надо ли каждый день морковный и свёкольный сок или надо чередовать? Вот эти моменты, они очень важны. Поэтому, если будет возможность... Сейчас, конечно, сейчас скажу. Значит, лучше, конечно, чередовать. Потому что, если вы будете пить морковный сок каждый день, вы сразу... Будет псевдожелтуха, да. То есть, такое... Сразу будете пугаться, бежать к онкологу. Лучше не надо. Поэтому, конечно, чередовать. Чередование, оно помогает... Ну, во-первых, это будет непривыкание организма, и тем более микроэлементы будут различные. Лучше, конечно, овощной сок использовать каждый день. В идеале. Можно его балансировать, например, там настой шиповника вы размешали там с тем же морковным соком или свекольным соком. То есть, такие делать смеси. Но стакан или два стакана сока обязательно лучше выпивать. Фруктовый тоже допустимый. Я рекомендую обычно так. Утром встали, выпили овощной сок, вечером выпили фруктовый сок. Что вот прозвучал вопрос в плане варёных или сырых, да. Конечно же, и то, и другое нужно использовать в рационе. Но вечером, конечно, лучше термически обработанные овощи кушать, потому что очень часто они вызывают, если сырые салаты кушать вечером, то они вызывают часто очень метеоризм и так далее. Поэтому лучше днём, утром и днём использовать сырые овощи, а вечером уже в термически обработанном состоянии. Так, дальше поехали, да. Вот касаемо ягод. Очень часто ягоды мы кушаем, конечно, летом, но лучше их, конечно, замораживать по возможности на зиму, потому что это и определённые кислоты, и клетчатка, причём очень много клетчатки в ягодах, особенно в чёрной смородине, и поэтому, и, кстати говоря, витамин С. Но витамин С нужно тоже быть очень аккуратным, потому что если нагревать какой-то, допустим, сок или что-нибудь ещё, допустим, шиповник, заливать кипятком, то через 15 минут никакого витамина С там уже, конечно, не будет. Поэтому это нужно, факт, учитывать, и, скажем так, если вы хотите... Потому что основной источник витамина С, если так мы говорим о нём, он очень важный. Потом мы будем говорить, какие антиоксиданты используются для того, чтобы противодействовать онкологии. Это витамин А, С и Е. Это основные антиоксиданты, которые помогают, скажем, профилактировать ситуацию. Шиповник, как он не заливает? Шиповник нужно заливать просто на ночь тёплой водой и где-то в районе 6-8 часов, просто чтобы на ночь настаивался. Утром встаёте, выпиваете его стакан, и это очень хорошо. Орехи. Значит, орехи, они помогают нам и по белку компенсировать определённую рационе, и по энергетической ценности. Скажем так, то есть, если мы ограничиваем мясные продукты, то нужно откуда-то брать белковую энергетическую ценность. Вот идеальный вариант, конечно, на орехи. Но, опять же, с ними нужно быть очень аккуратным. На ночь их есть не надо, а то многие там за телевизором садятся и начинают кушать. Лучше всего это использовать днём или, допустим, утром с кашей. Вот встали утром, кашу добавили несколько орехов. Есть такой замечательный бразильский орех, который занимает первое место по содержанию селена. Селена, мы будем говорить, что это основной микроэлемент, который помогает противодействовать онкологии. Поэтому, да, селена. Вот, и он содержит... Один бразильский орех содержит суточную дозу селена для человека. Это не кишью, нет? Нет, не кишью. Это отдельный, да. Кишью очень богат белком. Вот, поэтому... Ну, вот, также есть Канадская ассоциация, которая разработала вот такой вот вариант, скажем так, желательного рациона... Чтобы эти продукты были желательны в рационе. Видите, здесь все позиции, которые там были перечислены, но здесь даже вот по объёмам. Вот остановлюсь на, может быть, зелёный чай. Вот три чашки рекомендуют. Ну, здесь нужно тоже быть очень аккуратным с зелёным чаем, потому что он очень насыщен витамином К, так называемый. Он влияет на гемостаз. Вот, поэтому, скажем так, ну, один стакан зелёного чая желательно выпивать в день обязательно, потому что он очень насыщен антиоксидантами, флавоноидами, которые тоже являются профилактикой хорошей. Красное вино. Вот, внизу написано. Многие спрашивают про алкоголь всегда. Можно, нельзя и так далее. Ну, так скажем, крепкие алкогольные напитки мы, конечно, особенно на первых этапах лечения или после химии, мы, конечно, исключаем однозначно, потому что алкоголь тоже бывает разный, и качество бывает разное, и на выходе алкоголь в организме превращается в ацетальдегид, такое соединение, которое напоминает собой вкусную кислоту. И когда её очень много в организме, она является как-то таким отравляющим состоянием человека. И поэтому с крепкими напитками мы как бы прощаемся. Ну, а что касается вина, красное вино считается насыщенным, также источником антиоксидантов, поэтому вот здесь они приводят, что 150-200 мл в сутки. Ну, так скажем, это может быть для канадцев, у нас для не совсем, может быть, так скажем, традиции в питании, связанной с вином, но в рационе оно допускается. Ну, опять же, допускается. Но не в процессе получения химиотерапии. Конечно, да. Здесь больше речь Артур Степанович подчеркнул на этапе реабилитации, когда закончено в полном этапе комплексное лечение, включая химиотерапию, оперативное лечение, лучевую терапию. И вот уже когда идёт период реабилитации, тогда в полном объёме все вот эти вот продукты, они могут включаться в рацион. Абсолютно верно. На стадии профилактики. Вот в военно-морском флоте, подводном военно-морском флоте, очень часто на подводных лодках используют красное вино. Ну, все там говорят, что типа от радиации, ничего не подобного, никакой радиации. Красное вино является профилактикой для перестатики кишечника, потому что гиподинамия, там, автономка и так далее, поэтому красное вино помогает, так скажем, какие-то физиологические нормы поддерживать на определённом уровне. Вот так же и иногда, так скажем, какой-то там даже столовая ложка сухого вина, именно к период профилактики, помогает даже немножко усилить процессы секреции, секреции желудочного сока и улучшить аппетит. Поэтому вот такая вот информация. Тёмный шоколад, который больше 70% содержит какао-бобов, является тоже таким вот полезным действием, потому что также связан с антиоксидантами. Ну, вот, в принципе, дальше поехали. Так, ну, вот то, что тоже разные факторы защиты. Вот первое, да, видите, сезонность потребления овощей и фруктов. Не нужно покупать, точнее, кушать помидоры в январе и арбуз в мае, потому что, да, это не сезонные фрукты. Рекомендуется использовать сезонные овощи, сезонные фрукты. То есть, когда идёт сезон, там, мандарины идут в декабре, нужно их кушать в декабре, в январе. Идёт, там, хурма в октябре, нужно её кушать в октябре. То есть, тогда, когда они наиболее, скажем, зрелые и насыщенные и полезные. Поэтому, вот такое, вроде как бы кажется ерунда, но очень важный момент. Что касается витаминов, вот, которые обладают противоопухолевой активностью, это витамины А, С, Е, В6, витамин Д, витамин П, ПП, фолиевая кислота, селен кальций, вот про селен, то, что я говорил, да. Вот ещё остановились на витамине Д. У нас, вот, там, где я работаю, заведующим терапевтическим отделением, мы проводили, так скажем, одно исследование в одном институте, Академии наук, мы у 120 пациентов смотрели витамин Д в крови. И из 120 только у двоих были в норме, показатели по витамину Д. Это были дворники. То есть, это говорит о том, что... Больше на солнце проводят. Да, абсолютно верно. То есть, на воздухе мы находимся мало, всегда практически так, у нас холодный период времени года наиболее продолжительный, поэтому всегда находимся в одежде. Поэтому контакта с солнцем минимальный. Основной поставщик витамина Д – это являются ультрафиолетовые лучи. Поэтому мы, основа в городе Санкт-Петербурге, находятся все в дефиците определённом. Поэтому использование витамина Д, особенно в стадии профилактики, обязательно нужно. Обязательно. Хотя бы терапевтическая дозировка, суточная, она необходима. Она необходима. Какая суточная дозировка? Витамина Д и кальция, чтобы было понимать. Да. Ну, значит, для пациентов старше 40 лет обычно это 1000 единиц витамина Д и 1200... от 1000 до 1200 кальция, вот, миллиграмм кальция. Поэтому витамин Д нужно обязательно использовать, потому что мы его нереально не можем получить в рационе. Чтобы получить в рационе, то нужно около 150 грамм печени трески съесть, но это нереально съесть. Поэтому нужно его использовать как в виде лекарства. Также вот относится, вот, по поводу... Вот фолиевая кислота, кстати говоря. Вот алкоголь, крепкий алкоголь, он выводит фолиевую кислоту очень активно. Поэтому, почему мы вот и запрещаем на первых этапах особенно использовать крепкие напитки. А где содержится фолиевая кислота? Фолиевая кислота содержится, значит, это некоторые виды рыб. Это некоторые листья, зелёные листья салата, шпинат, руккола, то есть, зелёные овощи и зелёная зелень. И в животном... ну, и печень, печень, говяжья печень и красное мясо. Ну, красное мясо, мы уже говорили, что с ним нужно быть очень аккуратным. Но вот то, что я перечислился выше, это вот можно использовать в рационе. Так, что касается... ну, вот по поводу сои. Сои, вот в Китае такая есть страна. Вообще, вся Юго-Восточная Азия, то есть, имеется в виду Вьетнам, Таиланд и так далее, Малайзия, они очень много в рационе используют сои. И были, так скажем, проведены определенные исследования клинические, которые показали, что там, где большое потребление сои, значит, очень низкий риск, определенный процент опухоли, особенно со стороны пищеварительного тракта. Так, они очень мало используют в рационе, ну, очень много продуктов, морепродуктов, очень много овощей там круглогодичных, то есть, есть свои особенности, но сои очень много потребления. Поэтому, ну, с соей у нас не всё хорошо, не так всё хорошо, как в Китае, поэтому с ней нужно просто быть... ну, если она в рационе есть, то это хорошо. С соевого молока можно испить, да, особенно если у пациента имеется непереносимость белка коровьего молока, лактозы и так далее. Потому что с возрастом давно уже известно, что... Что? Стакан, два стакана соевого молока в день можно спокойно испивать. Можно полностью использовать его, как вместо коровьего молока, вот. Потому что некоторые пациенты даже замечают, что оно лучше усваивается, потому что выпивают там... обычно кашу на молоке делают, они замечают, что это очень тяжело, как-то и какая-то тяжесть в животе возникает, а вот на когда сделать соевое молоко, он как-то гораздо легче проходит, всё, он легче усваивается. Так, что касается, значит, природных антиканцерогенов, которые мы иногда используем, это вот такие вот варианты, связанные с растительными ингредиентами, вот адаптогены. Мы используем, как правило, как дополнительный вариант пациентов, которые перенесли химиотерапию или между курсами химиотерапии. Они помогают немножко стабилизировать ситуацию, связанную там с биоритмом, с уточным биоритмом. Вот есть такая трава, шлебник байкальский, очень мало кто её знает, но она обладает очень такими сильными свойствами адаптогенов. То есть, она регулирует именно как раз-таки цикл дня и ночи, то есть, человек днём чувствует себя бодро, ночью спит хорошо, то есть, не поверхностный сон. В аптеках нельзя, его можно найти, но он продаётся в некоторых фитоаптеках, поэтому... Также мы используем очень часто, ну, есть многие препараты, гепатопротекторы, когда мы восстанавливаем состояние печени после той же химиотерапии, препараты артишок или бессмертника. Вот, кстати говоря, когда пациентам, да, мы иногда запрещаем использовать кофе, кофеин, содержащий напитки, например, кофе, и заменяем его цикорием, потому что цикорий содержит инулин, такое вот вещество, которое очень полезно для кишечника, является таким прибиотиком, то есть, вещество, которое подкармливает состояние микробиоты, чтобы она была в определённом балансе. Цикорий, вот, поэтому мы его, так скажем, рекомендуем использовать. Ну, также вот иногда рекомендуем, допустим, вечером не пить, там, чёрный чай, а, допустим, пить Иван-чай обычный. Ну, это, скажем, как дополнение определённое, чтобы не было преизбытка кофеина для организма. Я просто попрошу, давайте мы вот сейчас дадим всё сказать, потому что у меня микрофон, поэтому я могу задавать вопросы. А когда вот сейчас нам Артур Степанович всё расскажет, у нас будет возможность в микрофон задавать вопросы, потому что нам вас плохо слышно. И вы просто записываете эти вопросы, чтобы их все задать. Да. Ну, поэтому, эта фраза очень важная, поэтому могу сказать так, что для того, чтобы... Очень важный этап, когда человек, вот, ну, случилась такая беда, человек столкнулся с проблемой онкологии. Здесь очень важны все этапы, и вот у нас будет психолог, будет психолог выступать, да, Теодорина будет? Да, да, обязательно. У нас психолог будет выступать. И очень важны все этапы, то есть психологическая составляющая, диетическая составляющая, поддерживающая медикаментозная терапия. Все этапы, они очень важны. И если они идут все в системе, вот таком вот, как треслона таких определённых, то, конечно же, у пациента меньше риска, однозначно меньше риска рецидива, опять же, состояния, когда развиваются определенные осложнения после проведения определенных мероприятий лечебных. И, конечно же, это является очень мощным фактором для поддержания состояния пациентов. Реабилитация вообще, она очень важна. И, скажем так, и врач здесь, конечно, основной первый врач, который ведёт пациента, он очень участвует в этом процессе в первую очередь. Поэтому, но всё это требует от пациента определённых, конечно, резервов. Резервов, сил, терпения, поддержки близких, родных. Но, когда человек переносит эти, скажем, состояния смужественно, это, конечно, во-первых, это, можно сказать, определённый героизм, индивидуальный героизм, я бы так назвал. Вот у меня есть пациентка, она с 89-го года находится на химиотерапии. Вот даже тяжело мыслить. Она, все этапы, которые химиотерапия, как развивалась, по ней можно отследить, как это всё происходило. Вот так и держится. Поэтому эти слова, они для вас. Всё, спасибо. Спасибо большое. Сейчас вопросы. Готовьтесь, Артур Степанович. У меня это много вопросов. Да, да, конечно. Кто может, запишите, записочки сюда присылайте. Микрофон, дайте, пожалуйста. У меня был вопрос как раз по поводу шлемник-байкальский. Все вот эти природные антиканцерогены, их во время химиотерапии можно принимать? Можно я отвечу на этот вопрос? Значит, у нас большинство цитостатиков, они имеют природное происхождение. Более того, это всё химическая структура. И ряд цитостатиков, я уж по своему опыту могу сказать, они подбираются друг к другу в процессе длительных клинических исследований, потому что они могут потенциировать эффект друг друга или же ослабевать. Так вот, применение к цитостатике так, а не яды, применение других всевозможных трав, может быть, эти препараты могут быть очень сильными, оказывается как эффект адсорбента. Может быть, химическая структура одного, мы все проходили химию школы, взаимодействовать с химической структурой другого. И это может принести как колоссальный вред, потому что может уменьшить эффект химиотерапии, либо, наоборот, её очень сильно усилить. Но я одно могу сказать, что большинство этих трав в основе имеют химические элементы, которые тестировались. Поэтому всегда химиотерапия – это химиотерапия. Химиотерапию мы закончили, и тогда, после консультации грамотного гастроэнтеролога, подбираются индивидуально травы, потому что у травы должно быть определённое количество, чайная ложечка, столовая ложка, потому что это всё лекарственные препараты, даже прекрасный ландыш, казалось бы, великолепный цветок. Но пока он цветёт, мы наслаждаемся его цветением. Но как только он заканчивает цвести, появляются вот эти вот плоды. И вот из этих плодов это сильнейший яд. Но одновременно в малых количествах это препараты, которые оказывают поддерживающий эффект для нашей сердечно-сосудистой деятельности. Для чего я так много говорю и отнимаю драгоценное время Ордера Степановича? Что без назначения врача, что бы мы ни считали в журналах, мы можем только нанести себе вред. Потому что лучше всегда враг хорошего. Закончили с одним, переступаем к другому. Совмещать нельзя. Даже вода в больших количествах, она вредна для организма. Спасибо. Да, добавлю, вот абсолютно правильно тебя говорит. Здесь ни в коем случае нельзя экспериментировать и сочетать. У меня был очень, потом расскажу один из случаев. В моей практике был один такой, скажем, ну человек, он такой музыкант, скрипач. Вот он попал в такую беду, у него обнаружили онкологию головки поджелудочной железы. И он мог себе позволить, уехал в Германию, начиная проведение оперативных вмешательств, на химиотерапию мы проводили. Но все, что ему не использовали, все, что ему не использовали, все шло, скажем, не на пользу. И в итоге, когда уже, к сожалению, все уже закончилось, подходит жена к доктору и говорит, говорит, я, наверное, виновата сама здесь. Он спросил, почему? Она говорит, потому что я без вашего разрешения использовала, значит, там, тибетские травы различные, сорбен, ну, сорбирующим эффектом, которые не давали возможности проявлению вот химиопрепаратов. То есть получилось так, что она их использовала, как говорится, никому не говоря, вот препараты, которые сорбировали, сорбируют химию, а ему давали в это время химиотерапию. То есть получилось так, что и то не помогало, и то не помогало. И человек остался без практически помощи. И в итоге он за месяц просто ушел. Я вот буквально еще добавлю, что вот мы очень много читаем про препараты, биологически активные добавки. Это ведь препараты, которые не проходят тестирование, вообще тестирование. То есть там может быть все, что угодно. Но когда пишут, что препарат улучшает приносимость химиотерапии, значит, это ассорбент. А препарат, цитостатик, должен быть вести, попасть в организм, побыть в большом круге кровообращения, в печень попасть, пройти путь метаболизма, оказать свой эффект и быть выведенным. Это может занимать достаточно долго. Да, после химиотерапии могут быть побочные эффекты. Но вот применение биологических активных добавок, в которых написано, что улучшается переносимость, мы не знаем, нет ли там банальных препаратов, содержащих активированный уголь. И тогда вот все усилия, все максимально, то, что мы вкладываем в химиотерапию, чтобы ее пережить, может быть пойти насмарком. Организм просто не получит цитостатику. Поэтому всегда надо все рассказывать доктору, какие вы препараты принимаете. И лучше, вот мой совет, ну вот просто это 20-летний опыт, вот химиотерапия, да, максимальные препараты направлены на улучшение переносимости, официальные, да. Закончили лечиться, идет период реабилитации, можно уже и правильное питание, и находиться на свежем воздухе. Сейчас доказано, что минимальная нагрузка на организм физическая должна составлять 150 минут, и это влияет на улучшение общей выживаемости. Желательно соблюдать хорошее, то есть худеть, опять-таки это доказанное, снижение веса, но я имею в виду, когда идет его превышение. А тоже, опять-таки, влияет на улучшение, на увеличение продолжительности жизни. Здесь, конечно, все в комплексе, но самое главное, всему свое место. Да, всему свое место, всему свое время. Поэтому, конечно же, вот то, что здесь написано, да, и наша тема, в принципе, называется «Спроводительная терапия именно в реабилитационный период», поэтому то, что и даже я использую, это, конечно, только уже, когда прошел уже определенный курс химиотерапии, лучевой терапии и так далее, когда мы точно знаем, что это уже никак не взаимодействовать не будет, никак не будет влиять. Но, опять же, конкретно индивидуально, потому что, так скажем, абсолютно правильно Теймин говорит, что здесь нужна определенная дозировка на вес определенный, и, то есть, тут очень так, очень-очень индивидуальные позиции идут. Поэтому здесь написано, да, но здесь нужно, конечно, подходить к определенной позиции индивидуальной дозировки, я так назвал, индивидуального подхода. Так что вот. Если пока вы думаете на вопрос, у меня вот один из вопросов возник. Вы на одном слайде рассказывали про минеральную воду. Ну, мы сами прекрасно знаем, в магазинах продается и боржоми, и, ну, что нам, нарзан, и синтуки, четвертый, седьмой номер. Вот могли бы вы как-то нам рассказать, для, при каких проблемах желудочно-кишечного тракта, что более предпочтительно, и вот, вот, насколько я знаю, бытует, что газированную воду все-таки с вечера открывать, чтобы к утру она была менее газирована. Так ли это? И вот, остановитесь, пожалуйста, вот на минеральных водах. Понял. Значит, минеральные воды, они, конечно, как вспомогательный элемент идут, и все минеральные воды, они состоят, в принципе, из таких основных микро, ну, как бы, ингредиентов, это гидрокарбонаты, это сульфатные основания, это хлор, это натрий, калий, кальций, ну, и в некоторых минеральных водах содержится небольшое количество йода, фтора, и, в принципе, то, что продается у нас в городе, такие всем известные минеральные воды, вот, как, сказал Денин Юрий Нарзан, и синтуки, номер 4, номер 17, они, конечно, скажем так, обладают определенным профилактическим действием, их нельзя использовать, вот, что очень важно, повторяюсь, нельзя использовать как простую питьевую воду, то есть, очень многие, не многие, а вот некоторые пациенты говорят, что, да, я вот, вместо воды обычно пью минеральную воду с утра до вечера по полтора литра, это не очень верно, потому что все минеральные воды, они считаются щелочными, и плюс, конечно, здесь можно изменить или нарушить водно-слевый обмен, да, то есть, минеральный обмен, в том числе и тканей, и так далее, но при определенных, скажем, нозологиях, да, вот, например, при гастритах мы используем, при различных видах гастрит, опять же, при нормальной и повышенной кислотности, мы используем там, если натуки номер 17, при пониженной номер 4, при дискинезии, при дискинезии желчевящих путей, при нарушении желчатока, мы используем минеральные воды вот чешских, чешских, вот, типа, берлинская кислка или заеческая горькая, такая вот есть вода, она еще используется и как слабительное действие, эффектом владает, потому что там очень содержится много магния, а магния, он улучшает моторику и делает такое послабляющее действие, поэтому, и даже иногда, вот, основу пожилых пациентов, когда, допустим, запрещены препараты, или, допустим, не идут или плохо переносит, допустим, препараты слабительного действия, эта вода, она является, как бы, таким вариантом спасения в данной ситуации. Что касается газации, то, конечно, процентов 90 вод, они являются, ну, искусственно газацией. Тут же Нарзан, тут же Иссендуки, конечно, они очень газированные напитки, и поэтому их действительно нужно выпускать обязательно газ, чтобы не было раздражающего действия на желудочный, чешечный тракт, потому что любой сильно газированный напиток, он раздражает и нарушает, в том числе, перистальтику, увеличит газообразование и так далее. Поэтому, да, абсолютно верно, лучше выпускать, на ночь оставлять, и чтобы это всё, как говорится, улетучивалось. Но есть воды, которые обладают природной газацией, они, конечно, более считаются адаптированными, те, которые не искусственно газируют. Вот, как бы, вратце так. У меня ещё второй вопрос. Вы упомянули такую фразу, как коммерческое мясо. А что же является некоммерческим мясом, что относится к диетическому мясу, какие сорта мяса, и, ну, понял. Да, актуальный вопрос. Значит, ну, так скажем, пока, на данный момент времени, считается более-менее безопасным мясом. Это мясо индейки, это мясо цесарки, хотя оно, конечно, не совсем такое доступное в общем, скажем, варианте, но, тем не менее, это, скажем, то есть, и различные виды, ну, вот, основные вот такие вот, основное такое белое мясо. Курица почему? Потому что, как я уже говорил, большой спрос, большое потребление. Вот, если брать, скажем так, среднего такого цыплёнка, то за 30 дней он вырастает, конечно же, они используют различные биологически активные добавки в их рационе, что приводит к быстрому росту этих, да, то есть, там, даже если возьмите вот обычную домашнюю курицу, вот, сварите из неё бульон, возьмите кость, вы её как бы даже, ну, зуб сломаете, а вот берёте, как бы, магазинную курицу, она там, просто вот так, можно пополам сломать, то есть, там кости не успевают расти быстрее, чем мясо. Поэтому, конечно, поэтому мы как рекомендуем делать? Когда варится, принотый бульон, куриный, допустим, то первое из таких, не знаю, что оно считается, как бы, диетическое, мягкий, мягкий бульон, первый бульон мы сливаем. И желательно, конечно, мясо замачивать хотя бы в холодной воде на принотное количество времени, потому что, по крайней мере, оно хоть как-то уходит те гормоны, которые там есть, уменьшается, по крайней мере, концентрация. Ну, он замачивает несколько часов хотя бы так. С куриным бульоном всё понятно. А ваш взгляд, вы, мне такие вопросы, мне даже само они важны. Мясные бульоны, вот, целесообразно ли использовать овощные отвары, отдельно готовить мясо? Или же, ну, поскольку вы сказали, что вот и про красное мясо, и про то, что вот животные быстро растут, и их кормят и антибиотиками, и анаболиками. То есть, вот отношение к бульону, но если не брать куриный, ну, тут уже мы привыкли с детства. И кролик, и кролик. Да, 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 кролик всегда тоже считается диетическим, то есть, он ещё в разряд нормальных попадает, потому что кроме травы он ничего не ест, и овса. Так, что касается, да, других бульонов, то есть, ну, во-первых, пациентам мы рекомендуем, конечно же, если мы берём, допустим, тоже красное мясо, ну, не свинину, а, например, говядину, то это только вырезка должна быть, то есть, кость там должна отсутствовать однозначно. Потому что кость – это и костный мозг, это надкосница, и многие, скажем, ну, вещества, которые содержатся, или, допустим, которые дают крупную рогату скоту, это, конечно, происходит вложение в костях, поэтому кости мы стараемся не использовать в, когда готовим какие-то различные виды бульонов. Но, опять же, конечно же, это говяжий бульон используется вторичный, то есть, не когда, то есть, сварились, сразу кушаем, а вторичный вариант. Ну, и небольшое количество. Овощный бульон тоже допустимый, они, мы часто их используем, вот, но для того, чтобы компенсация была белка, то, конечно, не исключаем и мясные бульоны. Желатин, она стоит купить? Желатин, ну, нет, почему? Он, если его, идёт переизбыток, то, конечно, он не очень, так скажем. Вот по поводу холодца. Да, холодца. Это традиционное русское блюдо. да, 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 да. И там коллаген вроде как. Сезон, сезон. Потому что даже, например, в ресторанах они подают холодец летом, это запрещено по ГОСТу, ну, по закону. Но суть в том, что, да, вообще, конечно, вот, различные, одно дело, когда вы делаете холодец, не добавляя желатин, то есть, идёт такой натуральный вариант коллагенообразования, а в принципе он полезен, да, в небольшой... То есть, из крящиков, из вот этих свиных, ну, кто нас чего готовит? Ну, скажем так, раз, раз, раз в три месяца можно съесть. Ну, конечно, это не часто, потому что, там, видите, есть определённая, другая, скажем, сторона, другая сторона Луны, то, что это насыщенные жиры. А как мы уже говорили, насыщенные жиры животные, они являются всё-таки в данных ситуациях у пациентов с онкологией, конечно, фактором риска. Поэтому мы разрешаем, но достаточно редко, там, на какие-то традиционные праздники. Артур Степанович, ну, у меня вот такой вопрос, всё-таки на что нужно обращать внимание пациентам, на какие симптомы, вот первые звоночки, после которых нужно обязательно обратиться к гастроэнтерологу, вот те симптомы, на которые нужно обращать внимание. Понял. Ну, во-первых, основные симптомы, которые, вот, скажем, даже обращаются ко мне, к гастроэнтерологам, они, конечно, в основном связаны с верхними проявлениями. То есть, если, допустим, человек почувствовал, когда никогда не было изжоги, вдруг она появляется, конечно, здесь нужно однозначно обращаться. Когда возникает просто отрыжка, например, воздухом, который до этого не был, или она была очень редкая, а тут начинает просто воздух уходить, уходить постоянно, это очень тоже важный момент, нужно обращаться. Когда человек, то есть, когда у человека возникают какие-то изменения вкусовых предпочтений, то есть, вот тут он всё время любил мясо, а потом раз, решил уже больше его не есть, ему вот резко перехотелось его есть. Или когда у него появилось такое отращение, допустим, к морепродуктам или к рыбе, то есть, запах рыбы, где-то он, которую почувствовал, хотя раньше он с ней ел, он воспринимает как такой вот эффект, полностью, до меня была пациентка, у которой просто на запах рыбы был водный позыв, а потом обнаружилось, что, оказывается, у него была уже опухоль в желудке. Поэтому вот такие элементы, которых никогда не было в жизни, но они появляются вдруг внезапно и очень часто, допустим, стали часто, то есть, допустим, раньше жёга была раз в год, а потом она стала раз в неделю, то лучше, конечно, обратиться, потому что процесс идёт на усиление симптоматики. Ну, и, конечно же, различные варианты, связанные с тем, что, допустим, многие приходят, у меня живот раздувает, к вечеру так, что все уступают место в автобусе, когда едут домой, потому что думают, что беременны. То есть, какое-то повышенное газообразование, вздутие, которое никак не купируется. Конечно же, тоже необходим гастронтролог. Изменение стула, качество, количество и окраски, конечно. Ну, иногда спрашиваешь вот у пациентов, некоторые не обращают на это внимания, хотя это очень важные эти моменты. Зацикливаться, конечно, не нужно, но понимать, что с тобой происходит, какие физиологические отправления происходят, и, конечно, за тем нужно наблюдать. Мужчинам обязательно нужно смотреть за мочеиспусканием, потому что эта позиция связана с представительной железой и так далее. Поэтому, вот, наверное, основные такие вот проявления, которые чаще всего встречаются. У меня еще один вопрос. Вот мы, когда чистим зубы, все систематически обращаем на свой язык. Он может быть вдруг не с того ничего обложенным, либо это белый налет, либо это коричневый, иногда появляются трещины, как географический словно язык становится. Вот могли бы вы прокомментировать и вот дать, ну, как-то вот эту ситуацию. Да, конечно, конечно. Спасибо за вопрос, очень актуальный. Про язык совсем забыл. Все сказал, про язык забыл. Значит, конечно же, да, очень важно, потому что вообще нужно вставать сразу утром, смотреть, какой язык. Вот если он розовый, без всяких там налетов, ну, допускается в норме такой очень легкий у корня языка налет белого цвета, это еще допустимо, но когда он сплошь покрыт белым налетом и очень плохо очищаемый, конечно, это повод обратиться к гастроэнтерологу однозначно, потому что это, возможно, есть проблемы и с кишечником, и с желудком. Бывает, что возникает процесс такого, действительно, географического языка, когда он становится таким, то есть, островками, обложенность такая появляется. Конечно, это тоже однозначно нужно обратиться к гастроэнтерологу и изменение окраски, допустим, есть такое понятие, как лаковый язык, такой ярко-красный, допустим, некоторые пациенты обращаются, что у них появилась жжение в языке или просто боли в языке, а очень часто это связано с дефицитом витамина В12, к примеру. Какие-то стоматиты, которых раньше не было и, допустим, стоматологи обращают на внимание, что у вас вот кровоточивость десен даже появилась какая-то более выраженная или что у вас даже частый кариес повод обратиться к гастроэнтерологу, потому что это связано, допустим, с тем же забросом желудочного сока в пищевод, который разрушает эмаль. Поэтому вот... У меня ещё два очень важных вопроса. У нас вот самое во главу нашего угла это хлеб и вода. Какое количество воды и как нам определить оптимальное, которое должен человек потреблять? И по поводу... Мы очень любим выпечку, особенно когда он пахнет в магазине, это просто вообще... Но именно отношение к свежевыпеченному хлебу и в целом вот ваши рекомендации... Иногда надо... Вот мы некоторые любят подсушивать хлеб. Вот ваши рекомендации по этим двум позициям. Вода и хлеб. Понял. Значит, по поводу воды. Ну, международные, скажем, международные ассоциации нам рекомендуют потреблять от 30 до 35 миллилитров на килограмм веса. Но не всегда это является оптимальным, потому что иногда есть сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, где большое потребление воды вызывает определенные отечности и так далее. Есть пациенты, у которых, допустим, отсутствует одна почка, например, большая нагрузка, тоже недопустимо. Поэтому... Но в среднем, конечно, в среднем, во-первых, еще в зависимости от того, какой образ жизни человека. То есть одно дело, когда он двигается очень активно, кто-то не двигается, кто-то, ну, допустим, какой-то... То есть индивидуальная такая... Индивидуальная физическая активность там тоже обязательно в расчет берется. Но всегда рекомендуется не меньше литра, но не больше... Это вода? Это вода. Это вода. Вот чисто без кофе, без чая, без компотов. Без компотов, без шиповника. Чистая вода. Даже... Это нужно учитывать, даже если вы... Вот человек кофе выпивает, а кофе, оно является мочегонным действием, мочегонным действием обладает, поэтому одна чашка кофе это минус 2 стакана воды. Это нужно тоже учитывать и компенсировать, потому что вот очень часто приходят пациенты, которые только кофе пьют и все. И еще к концу кружку чая, и он доволен, с мочеками на болезнь уходит. Поэтому вот эти моменты очень важны. Обязательно нужно фиксировать. Поэтому чистая вода, питьевая обычная вода, не минеральная, не газированная обычная питьевая вода, не меньше литра, но не больше 2 литров. То есть, в среднем это литр, литр, 200 литр, полтора. Тут зависимость от роста весовых показателей. Что касается хлеба. С хлебом очень... Все замечают... Питьевая вода, ну, скажем так, фильтрованная вода рекомендуется, питьевая в бутылках, ну и кипяченая, кипяченая вода, тоже допустима. Что касается хлеба. Значит, ну, с хлебом очень непросто обстоит дело, у нас в городе, в частности. Я поэтому и спросила. да, да, очень непросто. Потому что у меня есть данные, пациентов много, и у меня есть пациенты, которые работают на хлебозаводах. Да, поэтому мы воздержимся. Поэтому мы воздержимся. Но... В целом, да. В целом, да, могу сказать так. Значит, большая, большая ситуация, связана, конечно, с дрожжами, которые используют в хлебопечении. Дрожжи используют, как правило, живые всегда на хлебозаводах. И они, они не всегда имеют за собой хорошее качество. Отсюда все замечают, может быть, даже, что хлеб плесневеет. Плесневеет хлеб, потому что термическая вроде бы как обработка правильно происходит, но те дрожжи, которые используются, они до конца не пропекаются. Отсюда те грибки, которые остаются, они в периодных условиях влажности, они начинают, конечно, образовываться в виде прессии. Хотя, если взять свой хлеб на сухих дрожжах сделать, он не будет плесневеть. Ну, допустим, я это делаю дома, не знаю. Поэтому, конечно же, и, да, и какая мука используется? Мука используется в хлебопечении далеко не та, которая написана. То есть, я имею в виду, что это не высший сорт, там пишут высший и первый сорт. На самом деле, очень часто используют фуражную мука, это смесь различных видов, то есть, это первый, второй, даже третий сорт. Она используется, конечно, как для клетчатки, но качество ее не всегда считается хорошим. Вот, поэтому пациентам, которых есть особенно проблема со стороны поджелудочного, железо-желудочного пузыря, кишечника, конечно, я всегда рекомендую использовать бездрожжевой хлеб, то есть, там, где не используется дрожжи или на натуральных заквасках хлеб, или самостоятельно печь хлеб, да, конечно же, не кушать его свежим, потому что всегда рекомендуется второго дня или третьего дня подсушенный, такой, так скажем, второго дня хлеб. Это связано с тем, что, связано с тем, что просто, скажем, глютен, который содержится в хлебе, в пшеничной муке, он немножко на второй день лучше усваивается, чем на первый день. Ну и что касается, что касается, и клейковины немножко по-другому усваивается, вот, и поэтому, из-за того, что качество клейковины, муки и дрожжей, поэтому с хлебом нужно быть очень аккуратным. А хлеб надо есть как самостоятельный продукт, или его можно комбинировать и с мясом, и с овощами, вот, если говорить с точки зрения диетологии? Диетологии, да, с точки зрения диетологии, конечно, хлеб допустим в использовании с продуктами в виде овощей, вот, но не рекомендуется сочетание с хлебом, потому что достаточно считается тяжелый… Хлеб в сочетании с мясом. Смело, извините, да, я уже оговариваюсь, хлеб в сочетании с мясом, все это верно, вот, потому что идет не совсем правильно, скажем, сочетание определенных белков и, скажем, идет достаточно такой, ну, тяжелый продукт для усвоения того и другого, особенно, особенно если есть, конечно же, проблемы с внешнесекторной, недостаточной поджелудочной железы, если есть проблемы там с желчным пузырем, желчнокальной болезнью, то, конечно, однозначно такое непозволительное. Поэтому хлеб, допустим, с молочным сыром, вот, вот, такими продуктами, которые легче усваиваются, но не с мясом. То есть, если вы кушаете мясо, особенно если это красное мясо, то, конечно, без хлеба, однозначно. И еще один вопрос. Вот, в процессе реабилитации, ну, когда уже все прошло, все-таки предпочтительно дробное питание или же по определенное время и все-таки когда, до какого, вот, когда последний прием пищи возможен? Некоторые говорят до 6, некоторые до 7. Это, это как-то подкреплено или же вот понял, вопрос понял. Значит, режим питания это, как скажем, краеугольный камень, во главе угла он должен стоять. Потому что у того человека, у которого есть режим питания, то есть, время приема пищи определенную, скажем, интервальность имеет, конечно, всегда стабильность пищеварительной системы однозначно находится правильно. Потому что пищеварительная система так устроена, что она работает по рефлексам, по условным рефлексам, которые человек создает для него. И, конечно же, если эти рефлексы отрегулированы именно в виде ритма определенного, то к этому времени уже вся подготовка пищеварительной системы, то есть, выделение различных желудочного сока, там, желчи и так далее, организм готов к расщеплению того, что вы будете кушать. Поэтому, конечно, допустимо, плюс-минус определенное там, то есть, не то, что минуту в минуту, то есть, плюс-минус 30 минут в час, но интервальность должна сохраняться. Тем самым, вы создаете определенные оптимальные условия для пищеварения. И, конечно же, есть, да, понятие, что за 3 часа не кушать, но здесь не совсем, скажем, это правило годится для всех. Это, если, допустим, человек всю ночь не спит, то он может, соответственно, всю ночь есть. Но это тоже неправильно. Пищеварительная система, она очень биоритмичная система, она очень зависима от времени дня и ночи, и к ночи многие процессы пищеварения замедляются. Перистальтика, соковыделение, рефлексы, они же не так участвуют в процессах как днем. И очень часто, например, пациенты, которые приходят утром на эндоскопию с желудка, ну, вдруг забыли, поели в 10, там, пол 11 вечера, они приходят, а у них еда в желудке, хотя он делает эндоскопию в 9 утра. То есть, это говорит о том, что пища, которую он поел, не эвакуируется из желудка вовремя, потому что процессы пищеварения ночью замедленные. Они не делают такие условия переработки пищи, как днем. Поэтому, желательно, после 8 вечера, если человек поздно ложится спать, допустим, в районе 12, часа ночи, то здесь допустимый питьевой кисломолочный продукт, ну, по переносимости, соответственно. Вот такой вот. И вот буквально еще один вопрос. Молоко, а каши на молоке? И вот с возрастом, вот тоже, по отношению к лактозе. Да, понял. Да, абсолютно верно. С возрастом лактоза переносится пациентами в общем, в общем проценте очень, скажем, с возрастом все меньше, все хуже и хуже, потому что, ну, скажем, возможно, здесь какие-то физиологические особенности организма, да, то есть, когда человек, скажем, организм растущий и необходимость белка и кальция и многих белков, а с возрастом это, скажем, не на первый план выступает. Поэтому в общей популяции цельное молоко ограничивается, ограничивается и рекомендуется использование кисломолочных продуктов, те, которые лучше усваиваются, тот же творог, кефир, простокваша, или заменять на, вот, то, что я говорил, безлактозное молоко, соевое молоко, то есть, так, чтобы это было не, то есть, чтобы не было большого потребления, особенно пациентам после 60 лет, это очень актуально. Каша на молоке. Каша на молоке. Значит, каша на молоке, скажем так, тоже с возрастом они ограничены, то есть, рекомендуется на воде делать каши. Вот, но многие пациенты так жалуются, что вот съел на воде и вообще никакого чувства насыщения нету, через час опять есть хочется. Поэтому обычно рекомендуется добавление, вот то, что я говорил, видов орехов, сухофруктов отрубей в кашу, чтобы она задерживалась и не так быстро эвакуировалась из желудка. Вот, но с молоком, да, действительно, после 60, после 70 лет особенно мы, конечно, ограничиваем потребление молока, в том числе, вот, каша на молоке. Можно вопрос? А я уже... В день? В неделю? Но рекомендуется, где-то, скажем, да, я понимаю, да, ну, тут очень все индивидуально, пациентам старше 60 лет мы рекомендуем где-то 3 раза в неделю потреблять одно яйцо, но если, допустим, мы видим, что есть дефицит белка или белково-энергетическая недостаточность сформирована, то даже рекомендуем и даже каждодневное использование яйца, продуктов. А можно вопрос? Вот у меня такой. Я слышала от онкологов такую рекомендацию съедать утром натощак 150 грамм творога 9% жирности со столовой ложкой льняного масла. Что вы можете об этом сказать? Я не против, если ваш желчный пузырь поджелудочный позволяет. То есть, это нормально? Да. Рекомендуется? Это, скажем, ну, она не имеет какие-то противопоказания, да, то есть, очень индивидуально, конечно, но в принципе ничего плохого в этих продуктах нет, то есть, творог 9% определенная жирность плюс кальций, льняное масло это омега-3 жирные кислоты, поэтому в принципе сбалансированный продукт, но, но не все пациенты могут вот именно такое сочетание жиров переносить, да, то есть, есть пациенты с хроническим панкреатитом, да, опять же, если есть желчокаемная болезнь, если есть проблемы, связанные с жировым гепатозом печени и так далее, то есть, например, трудные свои индивидуальности, то, конечно, такой продукт он не съест, или съест, но ему будет очень плохо, там, тошнота будет вызываться или проблемы со стулом. Ну, я так понимаю, что это назначение было для того, чтобы усваивался кальций, да? Ну, в кальций будут усваиваться и при 9% твороге без длинного масла, поверьте мне. Понятно, и вот еще у меня продолжение, ну, вот на фоне химии, да, после, через несколько месяцев после химии стали очень болеть кости, кости сустава, то есть, вот как раз вот с кальцем, да, видимо, проблемы. Денситометрию вначале, прошу тебя вмешиваюсь, денситометрию нужно выполнить, вот я хотела спросить, какой нужно сделать анализ. Выполняется, выполняете денситометрию, там вам пишут показатель Т, его, значит, изменения свидетельствуют остеопении, разряжение костной ткани или остеопороз, и тогда, если есть такие отклонения от нормы, обращаемся либо к эндокринологу, либо к специалисту-остеопорологу, это в любой поликлинике можно узнать, и тогда там назначается определенное лечение, ну и, безусловно, это вот... Да, абсолютно верно. Да, то есть в рационе, конечно, в рационе мы создаем такие условия, чтобы это было, ну, суточное потребление, да, то есть 1000-1200, там, вот, миллиграмм кальция в сутки, то, что необходимо, причем с возрастом эта необходимость все больше и больше усиливается, и, конечно же, нельзя забывать, потому что очень, скажем, про витамин D тот же, о котором мы говорили, да, потому что витамин D это переносчик кальция, если витамина D нет в организме, то кальция, который будет даже использоваться искусственно, он будет сосаться очень плохо, он будет уходить во внешнюю среду, поэтому обязательно параллельно всегда используется витамин D, чтобы кальций усваивался лучше, лучше, это тоже одно из условий, но я, наверное, абсолютно права, в плане донистометрии это обязательно исследование, которое нужно вообще в принципе раз в год проходить. Вот я вот это и хотела спросить, еще есть какой-то перелинк, что-то там в моче, вот может... Или это другое? Вот это самое важное, которое я сказала. Спасибо. У меня еще один вопрос, прошу прощения. Вы сказали в начале лекции, что у нас 3 килограмма в нашем кишечнике это микрофлора. Большое количество продуктов, которые должны содержать там бифидобактерии, лактобактерии, вот насколько надо на это обращать внимание? И это актуально ли? Либо это что-то уже врожденное, которое с тобой. Можем ли мы это как-то вот контролировать? Спасибо за вопрос. Да, очень вопрос актуальный тоже. Значит, что касается бактерий. Ну, те бактерии, которые живут в тех продуктах кисломолочных, которые продаются в магазинах, там не всегда все прям идеально. Ну, во-первых, бактерии, которые создаются во время ферментации продуктов определенных кисломолочных, они очень нестабильны и очень зависимы от температуры. У нас при перевозках, при перевозках от кисломолочных продуктов очень часто нарушается именно термическая составляющая, то есть температура доставки. Вот даже как компания, там, активе, они даже используют свои холодильники для того, чтобы свою продукцию перевозить, для того, чтобы темально сохранять количество бактерий. Вот. Но зачастую это, конечно же, летом это, когда жарко, то есть пока там довезут, пока будут там на складе стоять, то эти бактерии уже там погибают. Привозят в магазинах с открытыми витринами, то есть открытых холодильников, они тоже не всегда сохраняют оптимальную температуру холодовую. И очень часто это просто тёплая среда, где бактерии просто погибают. И поэтому сейчас создают новые различные технологии, термостатные, йогуртовые культуры и так далее, которые максимально, то есть они создают такие условия, когда ещё бактерии образуются во время даже продажи того же продукта. Поэтому какие правила? Во-первых, кисломолочный продукт должен быть свежим, то есть вот создали его сегодня, желательно его сегодня и употребить. Потому что если 2-3 дня уже проходит этот продукт на витрине, то это, скорее всего, там уже никаких бактерий живых нет. Сама микробиота, сама микробиота кишечника человека очень индивидуальна. Это вообще такой микрокосмос. Там такое, скажем, царство и взаимоотношение друг с другом, что не всегда даже врач может понять, что там происходит. По поводу дисбактериоза. Вот это пресловутого анализа на дисбактериоз. Да-да-да, пресловутого. Да, значит, анализ... Ну, во-первых, дисбактериоз уже, скажем, устаревший термин. Да, но тем не менее. Ну, тем не менее, чтобы понятно было. О чём речь? Конечно, да. Тот анализ, который издаётся на дисбактериозах, но в частных лабораториях, где все шаблонные, такие, скажем, анализы, одинаковые, скажем, не будем говорить о лаборатории, одинаковые анализы, которые показывают одно и то же у всех. Во-первых, те количество штаммов, которые смотрятся в анализе, оно очень ограниченное, потому что больше 150-200 различных семейств бактерий содержатся в кишечнике. Это раз. Во-вторых, тот анализ, который смотрится, это, конечно, только дистальный отдел кишечника, то есть, это сигмовидная прямая кишка. То есть, это не учитывая позицию поперечно-ободочного, сходящего, в общем, другой, весь тот кишечник, который остаётся позади. То есть, мы смотрим то, что уже на выходе. Это не всегда является тоже критерием оценки. Поэтому лечить, так скажем, дисбактериоз по анализу, который приносят иногда пациенты, это не совсем, скажем так, правильно, или там, вот сейчас мы там поправим, сейчас лактобактерию увеличим. Нет, так не проходит. Поэтому здесь нужен такой системный подход, и иногда, зачастую мы очень часто используем препараты, даже не пробиотики, а пребиотики, то есть, это такие ингредиенты, которые помогают поддерживать нормальные соотношения той же флоры, которая есть, собственно, у тебя внутри. То есть, это та же клетчатка, это вот инулин, различные пищеволокна. Смотрим в рационе, чтобы это было обязательно использование и так далее. Вот, но, конечно, да, дисбактериоз, это… Артур Степанович, я огромное спасибо за вашу блестящую лекцию. Подскажите, пожалуйста, вот где вы принимаете, и как можно записаться к вам? Значит, я принимаю, это, значит, медицинский центр на красного текстильника, не онкология имени Петрова, соответственно, как филиал. И второе место работы – это поликниг Академии наук на университетской набережной, дом 5. Поэтому больше нигде. можно вопрос? Да, конечно. Артур Степанович, я хочу вот уточнить по поводу пищевого железа. Я столкнулась с низким гемоглобином еще до операции 64, да, и потом после операции меня не брали на химиотерапию из-за низкого железа. Вот какие продукты нужно употреблять, чтобы, ну, как бы держать уровень железа? Я понял вас. Ну, мы с вами встречались, я вас помню, с этой позицией, у вас была индивидуальная особенность в плане усваиваемости железа, усваиваемости, точнее, скажем, железа. А сейчас и мясо как-то, ну, тем более пост. Да, 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 конечно, да. Но, видите, так, продукты, содержащие железо, конечно, как, скажем, как мы бы не искали продукты, но основное, конечно, депо содержания железа, это, конечно, является мясо, красное мясо и говяжья печень. Но, но, в зависимости от того, какие индивидуальные особенности организма. Если у человека там атерофический, гипооцидный, то есть, сниженная кислотность и гастрит, то, конечно, хоть там тонну мяса съедай, железо усваивается не будет, пока мы не будем поддерживающую терапию проводить по желудку. Или, например, да, когда там пациенты перенесли какие-то определенные операции по желудку. Или, когда есть проблема в состоянии кишечника, где происходит всасывание железа. То есть, здесь вот на всех этих этапах нужно посмотреть, а касаемо продуктов, то, конечно, есть продукты, которые содержат железо, их достаточно много, то есть, но они содержатся в очень небольших количествах. То есть, мы там знаем и гречи, и яблоки, и так далее, но это все в таких небольших количествах. Поэтому, тут нужно подходить индивидуально. Если мы видим, что нам нужно повышать уровень железа, но при этом ограничить, то есть, мы имеем ограничение в потреблении красного мяса, мы назначаем препарат на железо. Потому что здесь у нас выбора нет. Здесь очень все индивидуально. Это не значит, что если вы там гемоглобин 60, нужно нам съедать еще мясо. Можно еще секундочку? Если интересует хлеб на закваске, бездрожжевой, я далеко не любитель, я вот недавно с этим столкнулась, что это, похоже, необходимо будет. Есть такое пространство, Большой Самсоневский, 45, там раз в два месяца устраивают фестиваль хлеба на закваске, это мероприятие бесплатное, закваску там раздают. И, насколько я понимаю, можно даже попросить просто прийти и в столовую попросить там, там люди очень открытые, поверьте, это не секта, это не реклама ни в коей мере, я просто, ну, оно само по себе интересное. Там можно просто попросить Большой Самсоневский, 45, это метро Выборгская, вот, девочки, честное слово, не реклама. Я просто туда несколько раз попадала, это, ну, в нашей ситуации, да, любые положительные эмоции хороши. Это, можно тогда одну минуту, он просто действительно интересный центр, мы говорим о хлебенной закваске, там можно попросить закваску, я полагаю, даже не во время фестиваля, там столовой заведует Саша, можно просто подойти и описать ситуацию, я думаю, они пекут хлеб сами, пекут именно таким образом, там вообще вегетарианцы, ну, я вот, не любители, ну, вот пришли к этому. А пространство, оно очень хорошо организовано, оно работает на системе донейшн, то есть вы можете платить, можете не платить, ничего, и там каждый день проходит, начиная от школы, от детских мероприятий и заканчивая театральными клубами. Большой Сапсунинский, 45. Школа риторики, много чего интересного, очень красиво сделано, сделал мужчина, который строит большие жилые комплексы, сначала для своих дольщиков, а потом, вот, я романтик, юность его, а потом передал городу. И там здорово, там классно, там библиотека красивая, там просто красиво еще. Спасибо. Это не реклама, девочки, честное слово. Спасибо большое. Да, так, конечно. Последний вопрос, пожалуйста, и мы закругляемся, у нас время. Икра и масло. Икра какая? Красная. И черная. Значит, красная икра уникальный продукт, потому что это единственный продукт, который на 100% усваивается в организме. На 100%. У него нет отходного производства. Значит, да, и это, конечно, легко своим белок очень. Поэтому очень часто пациентов с белковой недостаточностью мы рекомендуем использовать в рационе красную икру. Количество, количество, опять же, индивидуальное подбирается. Но, так скажем, если вы будете там 10-20 грамм, ну, скажем, даже 10 грамм седать красной икры, даже, опять же, видите, от позиции того по необходимости, да, то есть, если действительно это необходимо, то, конечно, это даже на протяжении месяца, даже двух месяцев мы используем, чтобы компенсировать потерю белка. Вот. Если нет такой устой необходимости, то это не надо каждый день есть, конечно, но в рационе она пусть будет. А вот ещё был вопрос по поводу рыбного бульона или белая, или красная рыба. Есть ли вот различия и то, что вот редкие сорта рыбы иногда лежат на ветерах, тренинг вот тут по поводу вот этого всего? Понятно, по поводу рыбы, да, но рыба тоже, да, продукт в какой-то степени хороший, потому что это лёгкий белок, он легко усваивается, лучше, чем мясо, в два с половиной, три раза, лучше в своей не происходит. Поэтому, значит, ну и каждый, конечно, вид рыбы, он хорош по-своему, да, то есть, если красные сорта, то есть, жирные сорта рыбы, они насыщены по омега-3, 6-жирным кислотам, ненасыщенным жирным кислотам, а касаемо белого, то это, конечно, по белку максимально, и, конечно, очень много витаминов, микроэлементов, все содержат, все содержат, ну, с рыбой у нас в городе не так всё хорошо, к сожалению, хотя город вроде бы в море стоит, но не так всё хорошо. Поэтому, свежую рыбу нужно, конечно, очень хорошо определять, знать, и чтобы, как говорится, её не отравиться, потому что очень часто ко мне обращаются пациенты, даже из тех же суши-баров, которые, начиная от пищевого отравления, заканчивая гельминтозами, приходят ко мне. Поэтому, нужно, во-первых, термическую обработку обязательно, то есть, никак нельзя покупать малосольные, там, холодного копчения, ни в коем случае не покупайте, потому что это, во-первых, недостаточно термическая обработка, однозначно, и все виды речных рыб, в том числе, они очень большим, даже, если брать ладожский бассейн, каждая третья рыба заражена. Это уже статистика. А рыбные бульоны, вот как вы готовите? А рыбные бульоны допустимы, обычно я рекомендую делать рыбные бульоны на треске, на треске, судак, хек, минтай, вот такие вот простые, простые рыбы, но которые, не жирные, но при этом хорошо усвояемые. А рыбные консервы? С рыбными консервами? Мужик, как говорится? Кальция, кальция много где. Да нет, допустимая, допустимая, но опять же, аккуратно с жирными сортами в зависимости от состояния пищеварения. Если у вас хорошо усваивается, нет проблем с поджелудочной, железой и так далее, то можно, допустимая. Если нет, то тут ограничения определенные. Все, спасибо большое, Артур Степанович. Масло. Какое? Сливочное. Сливочное или растительное? Сливочное, да? Да. Но растительное масло я рекомендую использовать всегда разнообразное, то есть, это не только там оливковое, подсолнечное и так далее, то есть, это и льняное, и рапсовое, и масло, опять же, там грецкого ореха, виноградных косточек. В принципе, всегда лучше мешать масла, потому что есть масла, которые насыщены жирными кислотами, ненасыщенными жирными кислотами, а есть масла, которые богаты по витамину Е. Например, подсолнечное масло, там много витамина Е, но мало ненасыщенных жирных кислот, а оливковое масло наоборот, поэтому лучше комбинировать. Ну вот, просто для примера. Сливочное масло допустимо, но с ним тоже не все просто, потому что современное сливочное масло нужно поискать хорошее. Но процент жирности должен быть 82,5 точно. Если меньше, значит это с маргарином смешанное масло.